Здравствуйте! Я Екатерина Савинова. Я веду студию Батик Плюс ТК Юнталова и студию Мир Батика на Боготельском 52. Сегодня у нас будет мастер-класс по росписи шелка, собственно как раз Батик. Находимся мы сейчас на Боготельском 52. Стенка этого прекрасного заведения проведет наш мастер-класс. Нам первое мастер-класс понадобится краски для росписи шелка, такими наборами, могут быть по отдельности разных фирмопроизводителей. Могут быть хорошие краски на акриловой основе, термозакрепляемую, то есть вы просто после росписи провожаете у цикл, и рисунок ваш сохранится на века и на поколение. Пока ткань не смеет, краска будет в порядке. И вот, значит, что еще? Нам понадобится резервировочий состав, резерв для отруки, кондора, собственно Батик, вот, как он будет выполнен, это может быть. Здесь это может быть и картина, и какая-то вещь, например, балантин, шерфик, который можно очень-то как аксессуар использовать, не носить. И какие-то приметы одежды и, в общем-то, все что угодно. Главное, технику вас будет. Вот. И как раз для отводки вот этих вот кондоров, которые не надо вот растекаться краски, если бы делать рисунок, будет использоваться наш резервировочий состав на основе резинового клея. И вот тоже, в принципе, в готовом виде продается в магазинах. Вот. Еще нам понадобится стеклянная отручка для отводки кондоров. Сюда как раз резерв будет наш набираться. И с помощью этого резервы мы контур отведем. Вот в таком виде они бывают. Тоже магазины для художников и для творчества. Так. В качестве разбавителя у нас идет либо лайтспирид, либо бензин очищенный. Ну, растворители, которые можно найти в хозяйственных магазинах. И кисти. Что еще? Краски на воду на основе. Вода. И соль для придания каких-то интересных эффектов. Собственно, можно приступать. А, еще у нас нужна будет рамка, на которой будет натянута ткань. Тот, что ткань должна быть натянута обязательно. Иначе не получится хорошего, качественного рисунка. И если нету, значит, можно использовать вот такую фторамочку. Для этой цели. То есть просто брать стекло и на фторамке спокойно клонками зацепить ткань и работать. Если нет фторамки, можно использовать, простейший вариант, пяльцем. Шаблон. Ну, в силу того, что сейчас все цифровые технологии и все такое проще, можно скачать из интернета. Можно нарисовать собственный рисунок и снизу ему вот такой. Закрепить с обратной стороны ткань двумя уголочками. Дальше мы его на просвет переведем. Так. Все-таки, ну, начинаем на слабо-слабо на секундочку. Для угострения процесса у меня ткань уже натянута. Для первых работ лучше брать ткань потоньше. Не обязательно шелк. У меня в данном случае натравленный шелк. Но можно, в принципе, любую синтетику, любую хлопчатку можно ткань. Ладно, что она была тоненькая. И просто чем тоньше ткань, зима вам как бы легче будет работать. И, соответственно, лучше будет прохватить резерв, чем синтетиконтуры. Не будет растекаться, соответственно, краска. Я думаю, что я начну, а тут дальше уже. Смотрим за руками и делаем так же. Здесь нам подколотый снизу рисунок. Я поверху переложу наш рисунок на ткань. Можно использовать гелевую ручку, можно карандаш, комочий мы будем. Не используйте маркеры, потому что они немножечко плывут по ткани. И будет такой расслойивчик и контур некрасивый. Бывает, что некоторые маркеры смешиваются потом с красителем. В общем, эффект будет не самый замечательный. Лучше либо гелевая, либо шариковая ручка, либо карандаш. То есть нам быстренько перевести рисунок. Можно нарисовать, в принципе, если владеете техникой рисунка, можно нарисовать рисунок вообще прямо на ткань от руки. Но если, как говорится, первый раз и не художника просто интересно поправить, то можно использовать шаблоны и, как говорится, не заморачиваться на эту тему. Так, какие-то мелкие детали, в общем-то, нужно выпустить. Все-таки мелкие. Дорисовать их потом уже. Домки. Ну, я сейчас уже не все прорисовываю. Если сочту, нужно, я где-то какие-то детали добавлю. Ну, если вы не уверены в своих силах, то отрисовывайте все, что-нибудь на шаблону. Как говорится, вам же легче, проще будет конечная работа обманять. Все. Ну, нет, это достаточно. Так, дальше рисунок откалываем. Потому что он будет мешать потом, если на полу, там, там, другую пачку с бумагой, и, соответственно, можете наш рисунок. Сумку можно будет отставить. Давайте вот туда ее. Так, у нас прозрачная ткань и темная поверхность стола. Поэтому желательно, когда у нас белый листочек, можно перевернуть на шаблон. Снизу подложить, чтобы было видно, что рисуем никакого цвета. Пришла пора нашей трубочки. Так. Носики у меня бывают разного диаметра. Я сейчас просто прочищаю капельку, которая осталась. Капелька не прочищенного резерва. Остатки листочки. Которые остались в прошлой листочке. Набираем резерв с помощью спринцовки. Чуть-чуть ее так сдавливаем, вставляем. Не до конца, потому что, если сильно нажать, наберется полная трубочка. Нам этого не надо. Набирать надо не дальше вот этого вот резервуарчика. Иначе будет сильное давление, и будут капли. Соответственно, он будет неаккуратный. Опускаем. Кунтур. Вот он у нас набрался. У меня сейчас набралось многовато. Это можно немножко дозадать. Значит, резерв обычно бывает либо прозрачный, либо уже заранее под тонированием разных цветов. Можно, в принципе, для начала приобрести один прозрачный, а дальше просто тонировать его в нужный цвет, либо сухими пигментами, либо масляной краской. Кобельку масляной краски добавляете в резерву, как следует перемешиваться. Сверху зеркала, опять же, дает любой цвет, какой вам нравится. Трубочку. Значит, держать ее надо. Давайте вот на полях покажу. Обязательно правильно ее держать. То есть, носиком вниз, чтобы она прямо четко касалась ткани, и она, как маркировать. Хорошие, ровные линии. То есть, не боком, так выпишу, она будет неровно вытекать, или вообще вытекать не будет. Не вот так вот отрывая, чтобы она там капли какие-то добавила, а не вот. То есть, прижимаем ее к нашему. Значит, если у вас ткань плотная, в данном случае шелк, он тоненький, мне достаточно отвести контуры за один раз. Все. И они у меня как бы дальше будут только раскрашиваться. Значит, если ткань плотная, то желательно контуры отводить с двух сторон. То есть, обрели ее с лицевой, перевернули и отвели с изнанки. Немножко в мою скорость, густоватый резерв. Папельку раздавить. Если резерв у вас густой, чуть-чуть расправляем его бонзинчиком. Скапливаем бонзину. Можно выстрелить вместо бонзина. Аккуратненько нажали. Немножко можно сдуть. Вносит, каждый раз вытирай, чтобы не было плякс. Ну, вот уже лучше. Стараемся попадать в линии. Если что, можно второй раз вносить. Работу нужно поворачивать. Если рама большая, конечно, придется бегать вокруг рамы. Если рама не поворачиваться, если работа маленькая, эту рамку можно вертеть, как удобно. Можно добавлять все-таки декоративный элемент. Ну, вот эта вот работа, она такая самая, я бы сказала, скучноватая в неделю. Но от нее многое зависит. Она должна быть достаточно тщательно выполнена. Потому что, если будет прерывистая линия, то есть разрывчиков быть не должно. Вот таких пунктирчиков. Если будет прерывистая линия, если где-то она будет слишком тонкая, то в этом месте краска просто пробежит на соседнем участке. Пробьет резерв. И получится не совсем то, что мы задумали. В обычном итоге могут какие-то некрасивые затеки быть влякс. Желательно держать линию одинаковой толщины и непрерывная. И все элементы рисунка должны быть замкнуты. То есть вот таких вытекающих вы не должны. То есть если у нас рисунок идет, мы его либо за поля работой выходим, либо, допустим, надрисовывая листик, мы его закрываем полностью. То есть вот такой вот незакрытый листик не должен оставаться. Можно вот эту дурочку закрыть. Еще такой важный момент, поскольку все эти вещества для отводки имеют небольшой аромат, желательно работать в проветриваемом помещении и открывать окно. Либо периодически просто сделать проветриваемый с открытым. Аромат вышел, вы в это время тоже где-нибудь гуляете. Приходите, окошко закрываете, садитесь, работаете. Либо если тепло, то просто при открытом окне. Можно вытяжку? То есть если на кухне сесть, заниматься, можно включать вытяжку. В небольшом, как бы, ну, если вы недолго как бы этим занимаетесь в ограниченное время, то есть там не 3 часа подряд, ну, 30, к примеру, то ничего страшного, то есть никакого такого токсичного безобразия эти составы не несут в себя. еще вот, кстати, тоже так вот. Нужно снять облокрычную печь, не дышать нашим составом. То есть набрали резервную трубочку, желательно сразу закрывать банку. Если где-то случайно, вот как у нас сейчас там дроганала рука, что-то не то получилось, ничего страшного, здесь всегда можно рядышком дорисовать новый элемент. ну, конечно, если у вас портрет, вдруг случайно получили скрывая глаза, то бывает иногда приходится начинать новую работу, но если это что-то такое растительное, или там животное, у которого случайно кусочек лишней шерсти торчит с хвоста, это как раз не страшно. Нужно дорисовать лишнюю шерстинку, лишнее перышко в аптечке, лишний цветочек в букете. Тут, собственно, уже недолго нам осталось. Дальше будет самое интересное. Самое приятное, когда переходишь к работе с красками. Продолжение следует... Можно сделать просто такие графические какие-то рисующие добавочки. В данном случае уже не обязательно 20 часа его повалить, это будет просто для украшения. Тут явно не хватает еще одной ягодки. Ну, на начальном этапе чем тоньше ткань, тем легче работа. Расписывать, в принципе, акриловыми красками можно любую ткань. Это может быть и синтетика, и шерсти, и хрупок, все что угодно. Если у вас анилиновые красители бывают и такие, то там немножечко по-другому скрепляется краска. Она требует фиксации пара в течение определенного времени. И при работе анилиновыми красителями желательно выбирать красители той группы, какой у вас ткань. То есть, если у вас шерсть, то покупайте анилиновые красители для шерсти. Соответственно, для шелка тоже быковые волокна. Если хлопок или лен, значит, для целлюлозных волокон. Потому что краски, которые, допустим, для хлопка, они не будут закрепляться на шерсти и шелке. Разные волокна, разные химические составы, и красители не будут на них работать. Соответственно, на синтетических то же самое. Если покупать анилины, то ищите анилины для синтетических тканей. Ну, это так, легкое лирическое отступление. Я думаю, что мало кто будет искать именно анилиновые краски. Пуще, в общем-то, входить с лаквилом. Благо, он ложится на вся поверхность. Так, и еще такой момент важный по краскам. То есть, они должны быть обязательно жидкими. Потому что, бывают еще густые краски по тканям. Они имеют такую консистенцию, ну, наверное, как густой сметан, плотные такие достаточно. То есть, их нужно дополнительно еще водой кисточкой разводить. Они для басеков не подходят. Они просто немножечко ужесточают ткань. На картине еще ничего. Если у вас платок, то платок будет жесткий, как бумага. Он не будет красиво добираться. Поэтому, краска должна быть как вода. На них обычно пишут краски для розписи по шелку или краски по басик. Не вижу вот. Картинки или А. Вот есть как раз. То есть, на них прямо написано шелк и басик. Краска по шелку и басик. Так, с контуром мы закончили. Удуваем остатки резервной струнки. Эту дулочку обязательно надо пронуться. Для промывки. Поскольку у нас резерв на основе резервного клея, в составе резиновый клей, бельзин и парафин, либо лоэспирид и парафин, то для промывки у нас используется тоже, как разваритель, либо лоэспирид, либо бельзин. Вода ни в коем случае не смешивается с нашими резервами. Друбочка не промывается, и рисовать потом ей не сможете, у вас будут постоянные пропуски в промывке или нет. То есть набирается также туда-сюда запуганить вашу жидкость помочь. Можно, наоборот, зажать пальцем, чтобы не было удовления. Не вытекала капля. Второй кончик сюда чуть поболтать внутри, как следует. Ну, а завтра даже. Все, подолим. Пару вас туда. Думаю, не будем поставить, не положить. для следующих работ друбочка. Теперь самое интересное роспись. Поскольку у меня работа небольшая, то все на толстые кисти на этой работе не нужно. Кисточки тоненькие и средние. Хотя, большие кисти могут быть любые. Для больших поверхностей, на большей работе, фон закрывать, очень хорошо сделать с пушистой белочкой или пони. То есть, они могут разными. Тонышма была пушистая, мягкая и покрывала ее большие залитки, хорошо покрывала их раскрыткой. Для прорисовки мелких деталей очень хорошо подходит синтетическая. белочкой. Там у нас бабочка зеленая. Давайте мы тоже сделаем зеленую. Чисто зеленый цвет, наверное, будет скучноватый, поэтому мы можем делать разные отцепки. для разных отцепок мы используем разные отцепки. мелкие детали. Для палитры очень удобно использовать одноразовые тарелки, потому что акрилом, если засох, то отмываться потом очень тяжело, а потом прорисовали, то ее кладем и все хорошо. Для смешивания красок нужно палитру использовать. Если большой объем краски нужно, большой объем цвета намешать, то можно это делать в отдельные баночки. То есть, чуть-чуть краски из одной банки, из другой отливается и перемешивайте в каком-нибудь сосуде. Для малейкой работы все будет спокойно помещаться. Мелкие детали можно заливать на сухую. Главное делать это быстро, не давать засыхать краски. Если нужно немножко оценить цвет, можно добавлять краску прямо в наш оттенок. вот у нас такой способ. Еще можно делать в рамках одного элемента, например, крыла. Можно его все вот так здесь аккуратненько промочить. чтобы было неслишек влаги смахнуть. Набрать на тампон, на латную палочку в данном случае и делать это вот так. если мы где-то немножко заряжаем на резерв, ничего страшного, он у нас в принципе проступает. Даже не сильно красится. при этом. Здесь хочется добавить немножко яркую. По краю немножко тем более. Краски сейчас еще постоят немножко, между собой смешаются, будут планные красивые переходы. то же самое делаем старенько и смочиваем. Бывают ткани, которые владают лучшей растекаемостью краски. То есть когда по ним рисуешь, только поставишь кисточку, тут же краска все равно с другой стороны жалкостеклась. Зависит переплетение ткани. Очень хорошо на хлопке такое происходит и на тканях согласны переплетению. на крыповых желтого ткани вот это вот что-то типа как сильно крюченная нитка и бывает, не очень хорошо растекается краска. Такое ощущение, что она сначала постоит, а потом начинает растекаться. Ничего страшного, можно кисточке помочь сделать растек. Все будет нормально. если опять резервы пачкается немножко нужно почистить. макрой и опять темненько макрой мы смешали зеленую отрывину и небесно-голубую у нас получился слегка изумрудный оценочек. Сейчас как раз видно как растекается цвет. Назер к дамуле. Так, верхние крылья закончим высоту. Так, возникло желание туда еще в центре. Здесь у меня немножечко чуть не поехало. То есть если где-то что-то завихали сразу подтираем тампоном или же в этом месте можно еще водичкой подмочить. То есть как справляться ошибки не случайно заехало. В таком случае сразу разобливаем это древой водой и стараемся максимально его вытереть. Если вытереть с него конца тоже ничего страшного потом греем окраски соединения участка все это можно исправить и поправить. Справление ошибок из серии если у вас дыра на брюкла делаем на этом месте вышивку. у нас вместо вышивки дополнительная деталь. можно перемешивать цвета добиваться добиваться разных оценков сложных сероватый немножко прошел цвет собственно жемолочка практически как дыма. Осталось у нас туловище на мой взгляд не хватает немножко фиолетов в нижних крыгах где-то упрямо такое хочется вымешать. туловище тоже можно пригласить листья листья у нас достаточно большие объема в лимит поэтому лучше их расписывать по своему сначала лотка начать лучше делать чистой воды поэтому в одной банке получим керточку в другой держим запас чистой воды Fu среди можно сделать попроще бабочку сейчас мы прописали вместе каких-то оценку сейчас просто поставить и сама потихонечку не смешается кисточка это желательно значить больших местах на больших участках фон какой-нибудь контрастный, но в данном случае будет золотистой желтой. Немножко процесс напоминает раскрасочку, контуры и раскрасили внутри. Продолжение следует... Можно смешать разную, тихонно. Так, немножечко. Золотой не хватает. 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 Кстати, если нет кисточки, можно использовать, если мы ее... Помогаем в краску. Совершенно спокойно. Замечательная вещь, как обычная поваренная соль. Если я посыпу на сырую краску, желательно, чтобы были разные оттенки. То есть не просто там один желтый цвет и все, тогда никакого эффекта красивого не будет. Потому что мы были смешаны разные цвета. И немножко. Из серии боюсь пересалить. Там сейчас буквально пустая. Получится красивый цвет. Ну, вот такой у нас получился в конечном итоге результат. То же раму, на которой мы расписываем. Убрали предварительные стекла. Мы нашу работу и опорнили. Вот это был мастер-класс по холодному базику. Заострил внимание на слой холодный. Холодный, потому что резерв у нас в данном случае использовался в холодном виде. Горячий базик, как бы технология, там резерв просто в расплавленном виде. Это расплавленный воск. Поэтому он называется горячий. Ну, и была сегодня техника. С использованием резервы на основе резинового кольета. Мы были на Набукаторском 52. С вами была Екатерина Зайнову. Руководитель студии Нембатика и Нембатика Плюс. Всего доброго. Всем пока.